Привет! Это «Правовая среда». В прошлом выпуске про раздел имущества моя коллега рассказала о том, что разделить можно не только машину или квартиру, но и совместные кредиты. Кстати, разделить можно не только активы, но и пассивы, например, кредиты. О том, как разделить кредит, расскажем вам в следующем выпуске. О разделе супружеских кредитов можно написать целую книгу. В этом выпуске я расскажу лишь об основных требованиях. А если эта тема покажется вам интересной, напишите нам на электронную почту, и мы обязательно снимем продолжение. В 39-й статье Семейного кодекса написано, что общие долги супругов распределяются между ними пропорционально присужденным долям. Говоря простым языком, это означает, что кредиты или долги по распискам можно разделить в суде, как и любое другое имущество. Но, конечно же, здесь не обойдется и без особых правил. В отличие от машины или квартиры, купленных после свадьбы на общие деньги, даже если кредит супруги оформляли в браке, это еще не значит, что он общий и будет подлежать разделу. Кредит или другой заим можно разделить, если соблюдается несколько принципиальных условий. Кредит оформлен в интересах семьи и потрачен на семейные нужды. А договор с банком заключен по инициативе обоих супругов или с согласия второго супруга. При этом доказывать эти обстоятельства должен тот, кто хочет разделить кредит. Разберем каждое из этих условий. Оформление кредита в интересах семьи означает, что деньги, которые получили у банка, должны быть потрачены на что-то, что так или иначе касается обоих супругов. Покупка общей машины, ремонт в совместной квартире или летняя поездка на море. При этом суду потребуется доказать, что второй супруг знал о существовании такого кредитного договора. Представим ситуацию. Условные Наталья и Сергей делят в суде совместно нажитое имущество. И среди прочего имущества Сергей просит суд разделить кредит. По его словам, он брал деньги в банке, когда супруги делали ремонт в совместной квартире. А это траты на семейные нужды. Вот только Наталья о существовании этого кредитного договора не знала и своего согласия на его получение не давала. В такой ситуации суд, вероятнее всего, откажет Сергею в разделе этого долга. Важно помнить, что разделить долг в суде можно только в пределах срока исковой давности, то есть в течение трех лет. Этот срок считают для каждого платежа отдельно. Давайте посмотрим на примере. Так что, если долг посильный, лучше гасить его досрочно в течение трех лет после развода. Либо разделить его в суде сразу после расторжения брака. Исключение – кредиты с созаемщиками и поручителями. Такой кредит созаемщик может платить сколько угодно долга, даже 15 лет, а потом взыскать с бывшего супруга половину долга. Это называется право регрессного требования. Также можно поступить и поручителю, если банк через суд взыщет долг по кредиту супруга. Разница в том, что поручитель может взыскать с основного заемщика всю сумму, которую он потратил на погашение долга, а созаемщик – только часть. Если после развода вы продолжаете оплачивать общий кредит, обязательно сохраняйте квитанции. При этом следите, чтобы в графе «Плательщик» было ваше имя. Иначе можно заплатить от имени бывшего супруга, и тогда взыскать деньги будет гораздо сложнее. Сегодня на этом все. Будьте внимательны при оформлении кредитов. Пока!